Всем привет! В этом видео я расскажу и покажу, как сделать стингерную оснастку и, соответственно, как оснастить этой оснасткой силиконовую приманку. Перед началом изготовления стингерной оснастки я хотелось немножко рассказать, для чего она в итоге-то нужна, эта стингерная оснастка. Все мы привыкли ловить на силиконовой приманке с использованием джек-головок или каких-то двойных крючков, шарнирная оснастка с помощью разборных грузов. Но это все, так скажем, более или менее удобно с приманками, ну, скажем, до 6 дюймов, вот такого размера. Сюда, конечно же, мы поставим джек-головку или двойной крючок и будем нормально без проблем ловить. Но если мы используем вот такого рода приманки, то есть, так скажем, уже биг-бейки, то, соответственно, тут будет затруднено использование таких крючков, как двойной или джек-головка. Просто сам размер джек-головки будет очень большой, неудобный. Ну и, я думаю, проблематично будет найти такую джек-головку подобного размера, чтобы, не знаю, крючок правильно в ней располагался. А вот со стингерной оснасткой, которая чаще всего оборудуется у нас с несколькими тройниками, вполне становится актуально ее использование. И ловить удобно, когда несколько тройников располагаются у нас по периметру тела приманки. То есть, допустим, ну, вот так вот. Вот так вот. Соответственно, уже на таком крупном теле, на такой крупной приманке, при поклевке щуке минимум шансов остаться безнаказанной. Ну и к тому же, часто, в основном, так скажем, проводка, это все-таки равномерка на такие приманки. Ну вот, и щука, когда выходит атаковать с глубины, с одна, если мы будем использовать джек-головку, тоже, при поклевке щуки снизу, понятно, что если это будет огромный крокодил, он заглотит полностью в пасть, то с подсечкой проблем не будет. А если это будет щука, которая клюнула аккуратно, или не такая, огромного размера щука, то, соответственно, она сомкнет пасть, у нас джек-головка просто останется сверху, так как рыба, так и снизу. А при споливании тройников, которые у нас как раз-таки будут располагаться снизу, или по бокам приманки, подсечка, я думаю, будет результативной. Я расскажу и покажу, как сделать два наиболее простых вида стингерных оснасток. Первый вид стингерной оснастки будет у нас с использованием поводкового материала, соответственно, нам для этого понадобится, чтобы сделать эту оснастку, обжимные трубочки, ну и необходимая фурнитура. Это крючки, противозакручиватели, возможно, заводные кольца. И второй способ стингерной оснастки изготовления, это с использованием металлической проволоки. В данном случае я буду использовать проволоку, купленную в магазине, где продают все необходимое для стоматологической, так скажем, медицины, в практике. Это стоматологическая проволока диаметром 0,6 мм. И также проволока 0,7 мм. Он 0,75 мм, столистый. Также нам понадобятся круглогубцы, кусачки и вот такой вот нехитрый мебельный саморез, с помощью которого, собственно, я и буду делать некоторые элементы для нашей оснастки. Итак, для того, чтобы нам изготовить первый вариант, это шарнирную и стингерную оснастку, нам необходимо сделать заготовки. Что это за заготовки? Это определенные звенья, которые мы будем изготавливать из проволоки. Для этого я откусываю кусочек проволоки, ну, примерно сантиметров, наверное, 15-20 мм. Для того, чтобы сделать необходимые нам элементы для первого варианта стингерной оснастки, нам потребуется отрезок проволоки порядка 15-20 см. И с помощью круглогубцев мы сейчас будем делать из этого отрезка именно ту заготовку, которая нам нужна. Зажимаем. И свободный кончик начинаем вращать. Два-три оборота, я думаю, будет достаточно, чтобы она не раскрутилась. При поклевке даже крупной щеки. Или какого-либо другого хищника. Так. Вот у нас получается. Одно ушко. Вот так вот. Сейчас, конечно, этот кончик лишний откушу. Заготовка уже приобретает необходимый нам вид. И второе ушко. Самый размер этих заготовок зависит от той приманки, на которую мы будем осуществлять монтаж непосредственно самой оснастки. Если это какой-то очень большой биг-бейт, там, я не знаю, угорь какой-то, или сейчас делают в форме налимов каких-то щук, еще чего-то больших окуней, то, соответственно, и варьировать можно длину этих заготовок, или делать сцепку из них, из нескольких. Я делаю порядка пяти сантиметров. Такие отрезки, так скажем, заготовки. Вот. Примерно вот так вот это дело выглядит. То же самое. Все излишки мы откусываем. Убираем. У нас получилась вот такая вот заготовка. Я уже их впрок тут себе наделал немножко. То есть мои заготовки, они уже готовы для нескольких приманок оснащения, так скажем. Вот такие вот получились аккуратненькие заготовочки. Теперь наша задача их будет сцепить с водным кольцом. Я даже сейчас тут вам покажу примерно, как это все будет выглядеть. Именно это будет выглядеть вот так. Здесь у нас будет сцепка заводного кольца. Тут еще заводное кольцо и здесь. Вот. У нас будет этот биг бейт оснащен двумя тройниками. Можно и тремя. Это заводное кольцо позволит и три тройника поставить. Но я думаю, это уже будет излишне. Мы установим один тройник. Вот сюда, другой тройник, вот сюда. Вот по сути получится такая оснастка. Но это не все. Для того, чтобы эта оснастка крепилась к самой приманке, необходимо установить специальные, так скажем, зацепы, которые будут входить в тело приманки и фиксировать эту оснастку. Чтобы она не вылетала при забросе или при зацепе за какую-то водную растительность. Чтобы она надежно крепилась в теле самой приманки. Иначе, если этого не сделать, то просто при резком забросе или подсечке приманка может отлететь и вытащить только лишь тройники и одни. Для того, чтобы приманка крепилась наиболее прочной, нам необходимо сделать сейчас будет с вами фиксатор. Фиксатор я делаю из немного более толстой проволоки. Она столистая. То есть, в принципе, она гнется, но, так скажем, не так просто, как проволока из другого металла. Здесь примерно точно так же. Задача сделать надежное крепление. Это крепление, скорее, похоже на винт. Оно вкручивается в тело приманки и надежно фиксирует всю остальную оснастку. Наша задача сделать, так скажем, такое С-образное сверло. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Делаем вот такое колечко. То же самое я проворачиваю. Два оборота. Двух оборотов достаточно. И у нас получается вот такая заготовка. То есть, петелька, направляющая ось и длинный, так скажем, усик проволоки. Нам необходимо из этого усика проволоки сделать спираль, которая будет идти вокруг этой оси. Для этого я применяю вот такой вот элемент из строительного магазина. Я думаю, может подойти любой гвоздь. Я не знаю, кто на что гораст. Для этого нам необходимо изначально выпрямить немного нашу заготовку. Вот. У нас получается вот такое вот ушко. Вот такое. И теперь я просто это ушко прижимаю к телу нашего строительного элемента. И начинаю вращать вокруг него. Возможно, можно было чуть подлиннее оставить усик, чтобы оно было побольше витков. После того, как закрутили, мы его снимаем. И у нас получается вот такой элемент. Кольцо, направляющая ось и спираль. Потому что она немножко несимметрична. Держаться хуже в теле приманки от этого она не будет. Добавляем сюда еще один нафлюжок. И заводное кольцо. Вот так вот будет выглядеть наша стингерная оснастка. И, соответственно, сейчас мы можем уже приступить к ее сборке. Вот, собственно, после сборки, что у нас получилось. Это такая своеобразная цепочка из проволочных заготовок, которые мы сделали ранее. Она крепится между собой с заводными кольцами. К этим кольцам крепятся тройники. После тройника и заводного кольца идет противозакручиватель. К нему снова кольцо и наш элемент со спиралью, который мы непосредственно будем вкручивать в тело приманки. Но для того, чтобы вся наша конструкция не выпадала из тела приманки, необходимо сделать вот такие вот небольшие фиксаторы, которые также крепятся на заводные кольца. Если сблизи, то этот фиксатор выглядит вот так вот. Это просто скрученный из проволоки. Вот такой вот крючочек, который фиксируется к этому кольцу и к этому кольцу. А сейчас приступим непосредственно к самому монтажу. Для того, чтобы прикрепить все это дело к приманке, мы берем сначала, вкручиваем приманку. Проще крутить приманку на нашу спираль. Она заходит туго, держаться будет, я думаю, достойно в теле. Все. Мы ее вкрутили. Теперь у нас получается один тройник и второй. Чтобы этот тройник и в первый, и второй не мотылялся сильно, не дергался. В тело я вставляю вот этот крючочек. Немножечко его проверну и все. Тройник уже не выходит, он держится крепко. Дальше по длине нашей заготовки я фиксирую другой крючочек. Также в теле. Это уже ближе к хвосту. Вставляю в тело до конца. Немножко проворачиваю и назад. Все. По сути, оснастка готова. Ну, чтобы она не провисала, мы сейчас оснастим этим крючочком, который мы сделали еще и это кольцо. У нас получается вот такая вот оснастка с двумя тройниками. И даже при равномерной проводке, что наиболее, так скажем, популярна сейчас при ловле на бигбейты, поклевка щуки происходит снизу вверх чаще всего. А тут ее буду ждать уже два вот таких отличных тройника. Приманка действительно внушительного размера. Порядка, я думаю, где-то 8, даже 9 дюймов. Это первый вариант, как оснастить приманку с помощью проволочной оснастки стингерной. Следующий вид оснастки из проволоки выглядит вот так. Это заготовка из проволоки, два заводных кольца, противозакручиватель, наше спиральное, так скажем, крепление для силиконовой приманки основное и два тройника, которые крепятся вот на такое проволочное коромысло, усы которого загнуты в крючки. Как его изготовить, я сейчас покажу. Для его изготовления нам вновь потребуется проволока диаметром 0,6 мм, можно и толще, все зависит от размера приманки. В этот раз уже немножко подлиннее, сантиметров, наверное, 25. Вот такой вот кусочек. После чего мы начинаем готовить непосредственно оснастку. так как крепление в тело приманки у нас, скажем, стационарное. Это усики, которые мы откусывали на предыдущей оснастке. Здесь мы их оставляем. Делаем скрутку вот такого характера. Начинаем откручивать два-три раза. И в одном направлении, параллельно друг к другу, они у нас торчат вверх. Далее мы уже определяем, какой длины будет приманка. И, соответственно, такой длины у нас и будет сама заготовка. Оснащать мы будем снова вот такого размера приманку. Соответственно, вторая точка под тройник у нас будет, ну, где-то здесь. То есть, то же самое я проделываю. Делаю петельку. И усик, который у нас остается. Делаю из него скрутку. Три-четыре раза обкручиваю вокруг оси самой заготовки. У нас получилось вот такая вот коромысляца. Тут я уже начинаю его обрезать, так как он нам лишний, нам тоже здесь ни к чему. И тут я загибаю уже, делаю крючочек. Крючочки можно сделать небольшие, так как в теле силиконовой приманки есть за что зацепиться. Вот у меня получилась заготовка. Что с ней делать и как оснащать саму приманку, я сейчас покажу. Вот уже у нас собранный элемент. Это коромысляца, заводные кольца, тройники непосредственно сами. Противозакручиваются и основное наше крепление, которое мы по аналогии с предыдущим накручиваем в тело приманки. Далее у нас идет само уже коромысло, которое мы начинаем вводить в тело вибро хвоста. Все ввели, немножко потом провернули, оно будет надежно держаться. То же самое с другим крючочком. Ввел я его немножко под углом. И у нас получилась вот такая вот отличная приманка с двумя тройниками, как видите. К этому заводному кольцу я буду цеплять сам уже непосредственно карабин. И все, приманка готова. Можно оснастить грузом-чебурашкой. Если ловля ведется в относительно неглубоком месте, то можно и без, так как приманка имеет собственный вес. А благодаря проволочному каркасу и массивным тройникам, я думаю, тонуть она будет с достаточной скоростью, чтобы на нее среагировал хищник. И чтобы осуществить грамотную, качественную проводку. Вот у нас получилась вот такая конструкция. Это расцепка с двумя тройниками. Я сюда ввожу, накручиваю нашу приманку. Накручивается она очень даже удобно, без каких-либо проблем. Будет очень, я думаю, жестко зафиксировано. Все. Приманка, как вы видите, достаточно крупная, большая. Здесь я ввожу в тело приманки крючок. И у меня получается вот такой виброхвост. С висящим тройником на брюхе. И с жестко зафиксированным тройником хвосте. Тоже очень хорошая оснастка. Так, как щука, которая бьет снизу, она попадется и на этот тройник. А если даже вдогон, то и тут у нас два крючка свободных. Тоже достаточно удобная приманка. Оснастка, точнее. И в то же время очень простая, ничего сложного нету, чтобы ее собрать. Здесь, чтобы не было вот этих вот прогибов, провисов, так скажем. Видите, немножко тройник за тяжестью тройника. Отвисает вся оснастка. При проводке такого-то, наверное, не будет. На этот случай тоже здесь есть определенные элементы, которые тоже можно изготовить. Это вот, так скажем, вот такие вот небольшие крючочки. У него здесь колечко и крючочек. Этот крючочек я точно так же одеваю на заводное кольцо. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Все, проделал. Все, наделаем на заводное кольцо. У меня получился вот дополнительный элемент, крючочек. Этот крючок я ввожу так же в тело рыбки, нашей силиконовой. И все, у нас надежно крепится тройник. Ничего не отвалится. И в хвосте у нас крючок надежно сидит. Так же на кольцо можно поставить дополнительный груз, если веса основной приманки мало. И нам надо ее, допустим, заглубить, если глубина больше 4 метров-5. Ну, потому что эту приманку без груза, я думаю, ну, метров по 3-4 можно еще провести за счет веса основки и тела самой приманки. А вот глубже уже надо будет подвесить сюда грузик. Грамм 10, может быть, 15, вряд ли больше. Так что вот такая оснастка еще одна у нас есть на вооружении. Как видите, ничего сложного нет. Все элементы и узлы очень простые. Ну и, наконец, оснастка с использованием поводкового материала. Для видео изготовления нам понадобится непосредственно поводковый материал. Далее мы берем саму приманку и определяемся, где у нас будут находиться тройники. Допустим, первый тройник головной я хочу сделать, чтобы он был вот здесь находился у нас, в голове приманки. Ну, а следующий где-то, наверное, вот в этом вот, так скажем, месте. Далее я беру поводковый материал, определяюсь с длиной. То есть нам надо, ну, я думаю, примерно с запасом, если, сантиметров 20, наверное, поводкового материала. Все, лишнее я убираю, кусочек материала я отрезал, откусил. Дальше мы берем обжимные трубки. Они нам необходимы, чтобы все у нас с вами крепко держалось. Далее я беру обжимную трубку, надеваю ее, соответственно, на наш кусочек поводкового материала. Далее все, конечно, у каждого свои есть излюбленные моменты, как это все дело крепить. То есть я делаю тоже немножко по-своему, так скажем. После того, как этот поводковый материал я завел в трубку, можно даже сделать небольшой узел тут, который также пытаюсь я сейчас скрыть трубкой. Вот, все, то есть узел у меня в трубке. Это нам создаст дополнительный, так скажем, упор внутри при зажатии. Все, зажали. Эта конструкция будет очень надежная. И вас не подвезет. Излишки поводкового материала, конечно же, мы с вами откусим сейчас. Все. Откусил. У меня получилось. С одной стороны я уже как бы все затянул. С этой стороны точно так же я примерно примерил, где мне будет необходима петля. И начинаю продевать. Все, я продел. Теперь, соответственно, формирую петлю, как мы с вами сделали и в прошлый раз. Петлю почти сформировал. То есть она готова. Сейчас я также здесь сейчас сделаю узел, который скрою в обжимной трубке. Все. В обжимной трубке узел скрылся. Теперь можно ее закусывать. Так. Так. И так. Все отлично. Никуда теперь оснастка эта наша не денется. Излишки убрали. Вот что у нас получилось. У нас получился тройник на поводковом материале. Вот такая у него длина. В принципе, как мы с вами и хотели. Второй тройник у нас будет крепиться вот здесь. Все сейчас это я соединю с заводными кольцами, вертлюжками. Этот тройник у меня будет крепиться исключительно на заводных кольцах и вертлюжках. Точно так же здесь нам с вами понадобится наша пружинка. Вот эта пружинка наша самодельная, тоже которую мы утопим в теле приманки. И сейчас к ней прикрепим остальные элементы. Сейчас я покажу, что из этого получится. Вот какая оснастка у нас с вами получилась. Это поводковый материал, который крепится к заводному кольцу. Непосредственно вертлюжок, еще одно кольцо и крючок. Сейчас я по аналогии с предыдущими оснастками накручиваю приманку на нашу спираль. Все, приманка накручена, она крепко держится, вон ее растягиваю, ничего никуда не убежит. Дальше мы берем, можно это сделать как в голову, так и в брюхо. Ну давайте сделаем в брюхо. Вводим сюда наш крючок. У нас получается тут двойник. И тут, соответственно, поводковый материал. Можно также в брюхо. Можно. Давайте сделаем в этот раз вот сюда. Все. Эта приманка более, так скажем, такая травмирующая нашу приманку, но, тем не менее, очень эффективная. У нас получается крючок с вами как снизу на пузе, так и в спине. Этот же крючок можно поставить точно так же. И здесь, и в животе. У нас получится отличный такой биг бейт, оснащенный двумя острющими тройниками. Соответственно, так же мы его немножко огружаем. И все крючки находятся на линии атаки рыбы. Соответственно, мы подразумеваем, что на такую приманку должна клюнуть соответствующая рыба. И я думаю, что размер крючков мы подобрали правильно. Ну вот и все, друзья. Я рассказал в этом видео о основных типах оснащения биг бейтов, больших силиконовых приманок, с инверными оснастками. Как вы видели, я использую как оснастки с использованием поводкового материала, также могут быть и с жесткой конструкцией, имею ввиду с использованием фурнитуры, не только с использованием поводкового материала. Это определенные комбинации. Так и исключительно жесткие конструкции, которые я делаю с использованием проволоки. У нас получается вот такая вот оснастка, где два тройника абсолютно свободно двигаются, не мешают игре приманки и в то же время сохраняют три, все три крючка у нас открыты, сохраняют свою стопроцентную зацепистость. Пробуйте ловить на большие приманки силиконовые и вы обязательно поймаете свой трофей. Всем пока, увидимся на рыбалке. Субтитры сделал DimaTorzok